Казанский фестиваль мусульманского кино Интересная в том плане, что мы назовем так ее мусульманская Европа, она активизировалась, очень много совместных проектов, например, кинетографическая Турция соединяется с Германией, с Францией, получается очень интересный, например, короткий метр. Если когда мы получали чистый мусульманский продукт, он был взглядом изнутри, то теперь есть попытки взглянуть альтернативно, снаружи и так далее. Это первое. Второе, поскольку у нас диалог культур, мы все время навстречу другим культурам, религиям нацелены. Братья славянской национальности, скажем, славянской культуры в этом году тоже очень активны, настолько активны, что стало интересно создать особую параллельную программу, которую мы назвали «После СССР». Есть очень много заявок из Белоруссии, из Украины. И эти заявки, ну то есть не все фильмы поступят, потому что они не совсем по концепции подходят, но показать их зрителю надо. И тем самым мы можем расширить панораму для самого зрителя, если говорить вот так вот, казанский, мусульманский фестиваль. Но надо всегда помнить, что у нас девиз призывает к диалогу культур. И если к нам обращаются с какой-то работой, то диалог начатый, его надо вести. То есть это будут какие-то отдельные ретроспективы вне конкурса? Это не совсем ретроспективы, потому что кино свежее. То есть будут и ретроспективные программы, поскольку у нас председательствует Карен Шахназаров, мы думаем его ретроспективы покажем. Будет сделано в Казахстане, но это по национальному признаку, по географическому, так скажем, правильнее будет. И будет целая секция, вот как раз «Окно в Европу», мы ее называем. Очень интересно, мы думаем, будет для зрителя посмотреть кино из Женевы. То есть есть Женевский кинофестиваль, мы сотрудничаем со своими коллегами международными. И чем нас привлек этот фестиваль? У них призыв, девиз, то есть такой же, как у нас, похожий, они в согласование идут. Вот арт-директор, он, кстати, приедет по нашему приглашению, Тахар Хоуч, он сам кинетографист, но прежде всего он такой инициативный теоретик, практик, менеджер, видимо. И он говорит, я, говорит, хочу фестиваль такой продвигать, потому что показать Восток-Западу, Запад-Восток. Ну, чувствуете, да, вот соотношение с нами. Это же диалог культуры. И предлагает свой, у него, по-моему, короткометражки. Он не настаивает на формате, но мы думаем, это вообще тренд кинопрокатный, будет интересно именно короткометражки показать. Все-таки стран, каких больше? Европа в этом году, да, активизировалась? А Иран, Ирак, ну, традиционно они, наверное, также будут представлены активно? Да, они фавориты все равно, конечно же. Но настолько качественный продукт идет, ну, с мирового пространства. В прошлом году была, конечно, гегемония иранского кино, но она, ну, заслуженно картина получила несколько номинаций. И кино у них такое, как вот «Восточные сладости тягучие», с послевкусием, там не сюжет вот завораживает, а именно погружение в среду. В этом году даже у Ирана есть альтернатива самому себе. И в то же время приходит, ну, очень качественное кино из других стран. Любопытная картина пришла из Марокко, которая, ну, эта страна бывает представлена, не часто, но бывает. И, как я говорила, из Европы. Также будет гость из Европы, Иван Форгач, который представит программу венгерского кино. Нам тоже кажется, что интересно посмотреть и восточное кино, особенно после вот таких событий, которые тоже происходили на фоне наших, наших государственных переворотов. И будет винтажное европейское кино, вот это как раз будет ретроспектива, наверное, французские фильмы. А как наши кинематографисты, это Торстанские, будут представлены, подают заявки, есть ли картины? Подают, картины есть. Ну, тут тоже интересные тенденции. Опять же, возвращусь к диалогу культур. Например, мусульманин снимает историю нашего края, а у нас, как известно, издаванная культура и религия соседствует, и, слава Богу, мирно. Так вот, мусульманин снимает фильм о православном храме, ну, изначально как об историческом памятнике. Можно назвать это диалогом культур? Мне кажется, что можно. Другой вопрос, пройдет ли этот отбор по художественной ценности, по технической конкуренции, потому что большая. Вот, поэтому как-то Торстан в этом году будет представлен, представлен будет, я надеюсь, очень достойно. Но не могу прогноз давать, что вот эта картина, фаворит, потому что заявки еще идут, и фильмы идут, и 1 июля, когда завершится регистрация, будем посмотреть. А когда уже будет определена программа, когда узнаем, какие фильмы точно мы увидим? В этом году отборочную комиссию возглавляет Сергей Лаврентьев, его приезд намечен и пресс-конференция, соответственно, на 1 августа. Мы надеемся, что успеем, и все будет хорошо. Уже определен состав жюри, тех, кто будет оценивать, в конце концов, конкурсную программу? Да, жюри определено, но пока две кандидатуры обсуждаются, потому что кинетографисты люди творческие, у них внезапно меняются планы. Председателем будет Карен Шахназаров, так пока все хорошо идет. Европа представит Вера Лангерова. Иран, ну мы хотим сосватать на фестиваль Асгара Фархадзи. Это очень значимый кинетографист, и в этом году его, он к тому же практик, в этом году его работы прошлись по фестивалям. Ну, это как, если взять вот европейскую мощь, ну, наверное, как Спилберга позвать, ну, очень значимое лицо. Не знаю, получится ли у него, но очень надеемся. И Семих Каплан-Аглу, это Турция, тоже очень-очень авторитетный кинетографист. Если он приедет, то тоже будет транспектива его фильмов «Мед, молоко, яйца». Ну, традиционно очень много зрителей собирают церемонии открытия и закрытия, красноковровая дорожка, звезды. С кем ведется переговоры? Бывали у нас и голливудские знаменитости, а кого ждать, может быть, уже есть какие-то планы? Ну, вот это вопрос селебрити, он самый интригующий. Но хочется сказать и зрителям, и журналистам в первую очередь, для нас все-таки кинофестиваль – это в первую очередь киносмотр. Мы очень сосредоточены в этом году на программе, потому что наша экспериментальная площадка «Кинотеатр Мир» показывает, что публика хочет, жаждет, есть такая публика интересная в фестивальном кино. Вот, поэтому и такие насыщенные будут вне конкурсы. И конкурс, надеемся, что будет очень достойным. А звезды – это все-таки упаковка, они придают блеск, они, конечно, привлекают внимание. Но у нас, ввиду того, что фестиваль такой своеобразный, у нас есть некоторые, скажем, ограничения, которых в других фестивалях нет. Это не значит, что это невозможно. Это сложно, это задача, ее надо решать. Мы работаем, прорабатываем Лис Херн и Энди Макдауэлл. Ну, девушки с хорошей репутацией, с хорошим, позитивным, по крайней мере, представлением на экране. Поскольку они симпатичные, конечно же, можно найти какие-то в их портфолио работы, которые не могли бы представлены быть на фестивале в качестве конкурса, но они и не представляют на фестивале конкурс. Они должны нести в себе такой позитивный заряд. Поэтому вот эти кандидатуры прорабатываем. В том году не получилось Джулия Армонт. В этом году мы все-таки пытались с ней связаться. У нее будут съемки. Съемки очень напряженные. Ее уже точно не ждем. Ее точно не ждем, да, сразу скажу. Просто, чтобы не было потом. Вот говорили. Потому что говорили. Значит, Хаматова, Чулпан и Шамиль. Они не смогут быть на протяжении всего фестиваля, ввиду своей занятий. Но обещали обязательно посетить. И я думаю, что-нибудь интересное придумали. Кстати, потому что на конкурс прошла работа. В главной роли, в одной из ролей, хотя это документальная, Чулпан Хаматова. Как раз ее деятельность. Я думаю, что это достойно спецпоказа. И будет интересно. Значит, приглашение получил и не отказал Вершбицкий, Виктор. Ну, Завулон, так, в основном известен. Тут тоже предупредил. Может быть. Если им предлагают съемки, они все равно все бросают. И для них это важнее, и это понятно. У меня тут пара галочка. Я сейчас загляну. Хотим Сухорукова позвать. Потому что тоже есть очень интересная работа с его участием. Можно было бы даже как фильм презентацию сделать. Хотелось бы видеть из наших соотечественников, которые могли бы и должны были быть на нашем фестивале, наверное, Роза Хайрульна. Есть еще ряд звезд. Я просто не буду озвучивать. Потому что пока переговоры ведутся. Вот в августе можно будет уже поточнее говорить. И будут интересные персоны из мира кино, так скажем, киноведы, кинокритики. Это Иван Форгач, это Тахар Хоучи, это Бергит Беминс. И хотим пригласить Сэма Клебанова. Тот, кто знает, для них это имя говорит о многом. Где будут проходить в основном кинопоказы? Кинопоказы в основном. То есть основной конкурс у нас будет в родине. Это уже традиционно, удобно по многим причинам. И сработавшийся такой аппарат получается. А по поводу вне конкурса. Очень многие коммерческие кинотеатры выходят к нам с предложением. И мы с удовольствием принимаем их. То есть вне конкурса будут идти на нескольких площадках. Киномакс, скорее всего, я думаю. Гранд-синема, скорее всего. Ну и, конечно, наш винтажный кинотеатр Мир. Без него никак. Без него никак. Там обязательно. Это такой уже кинотеатр-клуб. Даты в этом году. С 5 по 11 сентября. Очень многие фестивали в этом году переносились. В связи с универсиадой. Не было ли у вас каких-то таких предложений по подвижкам? Все по традиции в сентябре состоится. Да, состоится в сентябре. И это тоже уже удобное и традиционное время по многим показателям и по опыту. А у нас на к универсиаде будет фестиваль спортивного кино. Так что приглашаем. Вход будет бесплатный. То есть это подарок. Мы к универсиаде сделали свой итог, свой шаг к диалогу. Фестиваль любительского кино традиционно уже становится частью фестиваля. Будет ли в этом году? Будет обязательно. Все подробности, я думаю, нужно все-таки вот там свой организатор, есть свой исполнительный комитет. Лучше к ним обращаться. То, что он будет, точно. А в связи с работой, с работами молодых кинтографистов, вот еще что хочется сказать. Тоже тенденция этого года. Настолько большая волна заявок именно дебютных работ. Но не любительских. Потому что студенческий, любительский фестиваль это одно. А профессионалов, которые вот сделали свою первую работу. Их настолько много, что хочется прямо объявить отдельно программу или даже номинацию дебют. Работы интересные. И видно, что в основном молодежь концентрируется вокруг короткого метра. А нет плана сделать отдельную номинацию? Или пока все это прорабатывается? Очень хотелось бы, но этот вопрос нужно решать, решать, думать. Потому что у фестиваля есть регламент. Вообще работы достойны отдельной номинации. Вот именно как дебютные. И профессиональные. А сколько статуэток вообще в этом году разлетятся по всему миру? Сколько номинаций основных? Ну, у нас по регламенту, если я не ошибаюсь, 10 номинаций основных. И в принципе менять... Ну, плюс приз Тюрксой, плюс президентский приз. И в принципе менять пока мы не планируем. Что ж, спасибо, Альбина. Будем ждать с начала нашего видного кинофорума. А эфир России 24, Татарстан, продолжается. Не переключайтесь. Альбина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова